МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У працы и у Атпачынку разом в Сенинском районе на уборочной працуя семейный экипаж Рыгины и Бариса Гарнакоу. Перший в городе и четвертый в регионе. У Новолукомле открылся центр до призывной подрыхтовки. Радео Витебск рыхтуется до нового сезона. Почнется и он с понеделка. Летаю вас у эферы новины Витебской в области у студии Артур Смолякоу. Аграры дажинают апошние хлебные палетки и переходят на уборку ярового рапсу и шмат годовых трав. Сярод лидера у селетнего жнева – семейная пара Рыгины и Бариса Гарнак как с Сенинского района. Их суместный экипаж – одним из первых. У регионе намалацил тысячу тонн сбожжа. Зараз муж с женкой працуют сноуборцы конюшины. Зимой в поле сустрелася наш корреспондент Инна Кирыенкова. Для потомного и уже опытного механизатора Бариса Гарнак, его женка Рыгина, селета на жневе и помощница, и дарачица, и верная сябровка. Яны разом усе 24 годины в сутки, вось уже амаль на протягу двух месяцев. И у поле, и дома. Починали за молоту шмат годовых трав у червени. Одным из первых завершили уборку сбожжевых. Их знов переключилися на травы. Працевать с таким помощником было только у радость. С гордостью зауважая Барис. За день доводилось избирать до ста тонн сбожжа. Барис сам пропонувал женце пойти до его помощникам, когда отримал новый комбайн. Рыгина навыд не вагалася. Зимой скончила курсы трактористов и отримала правы. И одразу пройшла свою першую практику. Первый раз, когда мы уехали в поле, было морально тяжело. Потому что не понимала, что туда-туда детей же еще оставлять нужно было. Ну так. А потом уже все привыкла, тянулась. Хорошо работали вдвоем. Сработались. Их господарка специализуется на вытворчасти элитного насения. Все лето тут собрали добрый урожай сбожжевых культур. Спадяются отримать и неблаги урожай шмат годовых трав. Клевер вырос, он обработан глифосатами. Судя по осемененности, больше семян, чем в прошлом году. В прошлом году вообще слабый был клевер. В этом году немного лучше. Выращиваем такие наиболее востребованные травы, которые можно включить в кормовую группу. И в основном стараемся выращивать интенсивного типа развития. Скорочпелые травы. Поле, на яким зараз убирая конюшину, семейный экипаж «Гарнак» не самое лепшее. У минулым годзе его забрали у рай агросервиса. И у першиню засеяли гэтые культуры. Керауниство господарки не сомневается. Его уберуть худко. Семейная пара селита у лидерах по темпах жнева. Здесь два экипажа. Они первыми в районе намолотили по тысяче тонн. И мы их, два экипажа, один из них, вот эта семейная пара, тоже самое почествовали подарком денежной формы. Ну и, естественно, благодарственное письмо было от имени исполкома и кома просоветов. На дворе селита не вельми баловала сенинских хлеборобов. В районе застается убрать еще три тысячи гектаров сбожжевых и зернебобовых культур. Спадяются на допомогу из инших регионов. На помощь к нам 15 комбайнов придет 5 из Бешенковского района, 5 – Орша и 5 – Дубровинский район. Поэтому, я думаю, общими усилиями мы завершим. Что касается урожая, то в этом году мы уже добавили к прошлому году к валовому сбору зерна 6300 тонн. И это еще, конечно же, не окончательная цифра. В этом году более 38 тысяч уже есть. Напереди еще уборка шматгодовых культур и кукурузы. Травы в районе селита уродили добрые. Тому меркуют нарыхтовать под полную потребу якосных сбалансованных кормов. Инна Кириенкова, Ян Пчельников, Новины, Сененский район. У Новолукомли на базе середней школы номер один открыли центр допрызывной подрыхтовки. Город стал четвертым населенным пунктом у Витебской области, где з'явился подобный объект. Спознавать основы военной службы тут будут больше за 300 вучни у 10-х и 11-х классов зусягу района. Сегодня Минобороны активно супрацовничает с Министерством адукации. В ближайший час у белорусских школах плануется увести факультетов по профессиях, связанных с безпекой державы. Со школьниками будут проводить занятки на базе воинских часток, повеличится и колькость патриотичных классов во установах к адукации краины. Подробязности в наступном сюжете. Рыхтоваться до службы у армии старшоклассники Новолукомельской середней школы номер один теперь будут без отрыва от вытворчасти. Туда открыли новый центр допрызывной подрыхтовки. Займаться им будут больше за 300 хлопцев и девчат с 9 районов в области. Усягу в Украине сегодня працуют 33 подобные установы. Военную навуку молодому поколению тут выкладают соправдные офицеры. Вооруженные силы оказывают всяческую помощь в подготовке преподавательского состава, учителей для этих учебных центров. Всего 77 учителей, 65% из них имеют военное образование, проходили службу. Мы передаем общевоинские уставы этому центру тоже для изучения и подготовки к службе в армии, чтобы школьники разбирались в воинских званиях, отношениях, обязанностях, которые исполняют военнослужащие в ходе прохождения службы. Центр допрызывной подрыхтовки при середней школе номер один у Новолукомля обсталявали у особном будинку, где разместились профильные кабинеты и стрелковый тир. Хлопцы будут выучать тут основы войсковой службы и практичные приемы о выходжении со сброей, а девчата освоят правила оказания первой медицинской допомоги. У подарунок от Министерства обороны школьники отримали макеты сброи и боеприпасов, а так само плащ-палатки и фотокарты. Это, конечно, очень важное знание как парням, знание военных, построение, приемы, различные стрельбы. А так девушкам оказание первой медицинской помощи – это одно из главных, что должен знать каждый человек. В будущем я хочу связать свою профессию с медициной, поэтому мне это очень-очень интересно. Ну а вообще мы по окончании учебного года будем проходить практику в больнице. Девочки, парни будут проходить, у них будет лагерь военный, и там все свои знания покажут, все, что научили за год. На открытии центра до призывной подрыхтовки «Новолуком» лишь мать гостей. Старшиня Витебского областного совета депутата Владимир Терентьев, представники Минобороны, военного комиссариата в области, МНС, мясцовых органов УЛАДы. До свято школьники подрыхтовали концерт. Разом с мясцовыми талентами свои навыки демонструют и войсковцы 19-й особной механизованной бригады. Для того, чтобы молодые люди осознанно шли сегодня поступать в высшие учебные заведения вооруженных сил, такие до призывной центры должны быть, потому что в них воспитывают, во-первых, офицеры, люди, которые прошли военную службу, где четко, скажем, довозят до наших молодых людей, не только для юношей, но и для девушек, но то, что надо служить в родине, как надо служить в родине, чтобы они уже понимали, что это такое. Впервые в этом году было поступление, 15 девушек поступали в высшие учебные заведения нашей академии, причем с очень высоким, скажем так, балом поступления, поэтому будем надеяться, что здесь будем растить не только защитников молодых людей, но и, может быть, и девушки тоже изволят, скажем так, выразить желание служить в вооруженных силах. Подобные центры у нашей области працуют уже больше за 10 годов. Объект у Новой Лукомли ставчать вёртым на карте региону. При этом сетку центра удопрызывной подрыхтовки у Придвинским крае сбираются поширать. У ближайшие годы по два подобные объекты плануюць открыть у Витебску и Орши. Артур Смоляков, Александр Петровецкий, Новины, Новолукомль. У Витебску один и день без пеки стартуя 1-го вересня акцией у Парку Пераможцов. С 12 до 16 годин тут будут сладиться показальные выступления разных службов, учебная ликвидация надзвычайных ситуаций, майстер-классы по оказанию первой допомоги. Организаторы акции, работники МНС, ДАИ, Беларускага Товарыстова Червонага Крыжа и представники інших организаций, які отказывают за бяспеку нашага города, наглядно продемонструють, як справиться з любой бядой. Так само у Парку можно буде знайсти шмат забау. Тут отбудеться битва роботов, шоу-байкеров и брейкдансеров. Кожны жадаючы зможа паудельничать у флешмобах, поспробовать свои силы у лазертах, биатлоне и розных конкурсах с множеством призов. 1 сентября, в день открытия акции, я приглашаю всех жителей и гостей города в Парк Победителей, где с 12 до 16.00 пройдет представление всех служб города, тех служб, которые отвечают за безопасность в нашем городе. Мы расскажем и покажем на практике, как жить безопасно, что для этого необходимо делать и чего делать нельзя. Мы проведем обучающие площадки, это будут тесты, это будут учения, это будет тушение как на воде, так и на земле, десантирование. Для детей будут проведены интересные тематические игры, будут квесты, будут и призы. Все это пройдет с участием вокальных и танцевальных коллективов города Витебска. Один и день безопасности в Беларуси будет ладиться с 1 по 10 верося. В рамках ЯГО отбудутся профилактичные акции по попереджению надзвычайных ситуаций и правопорушенню, а так сама научание правилам поводен у экстренных выпадках и оказание первой медицинской допомоги. Лепш, бадзера, мадней. На Радео Витебск стартует новый сезон. 22-й по лику, и он распочнется с самой ранницы, с 2-го веросяня. Новые голосы и новые рубрики можно будет почуть на звыклой многим ФМ-хвале 91.2. Чим с 9 Радео Слухачоу доведались наши корреспонденты. Коли и начинать новый день, то только на хвалях Радео Витебск лечит святучий Александр Назаренко и Виталь Савельев. Миновито яны и будут кожную ранницу вздымать настрой своим Радео Слухачам. Над назвой новой программы ломали голову долго, а оказалось и все куда простее. Теперь Витебск и в область будут начинаться под хорошо. Что бы ни происходило, утро должно быть хорошее. Вот по-любому. Поэтому хорошо, хорошее утро. Ты проснулся, новый день впереди будет круто. Ну хорошо, хорошо. Не зря говорят, что с той ноги главное встать. В принципе мы постараемся быть именно той ногой, чтобы с утра всем, когда они проснулись, стало хорошо. В новом сезоне Радео Витебск планует купить, как могла большую аудиторию на хвалях 91,2 FM. Каждый слухач найдет для себя нечто интересное и корыстное. Так Юлию Аляшковскую, чей голос будил регион, сейчас можно будет почуть в вечере и в новой рубрице под назвой «Самый час по выходным». Все там в самое время, нужное время. Мы узнаем там новые рецепты, новые фильмы, рекомендации какие-то даем по, не знаю, тем мероприятиям, которые проходят у нас в городе, куда можно сходить, естественно. В общем, полезные выходные у нас проходят, чтобы не просто отлежаться на диване, а что-нибудь делать приятное для себя и своей семьи. Стань радую больше народным, ведучая захопить усе доступные социальные сетки, где безумовно будут вести переписку со своими слухачами. Переформатированная FM-хваля покинет только свежие новины и актуальные хиты. Те моменты выходов программ, новостей, погоды и прочего в эфир, они тоже чуть-чуть как бы перевернулись, поменялись там на каких-то 5-10 минут, чтобы люди послушали и подумали, о, как-то по-другому звучит радио. Но, конечно, это не главное, что мы планируем. Планируем наполнить эфир максимально интересными рубриками, шоу, программами. Итак, радыщики уже наладили свои пульты и чекают другого вересня, а тому, когда вы раптом не познаете радио Витебск, прислухайтесь, вы докладно на той хвале. Всем привет, с вами Татьяна Воронцова. И, друзья, мы начинаем новый 22-й сезон на волне радио Витебск, который обещает быть более развлекательным, более информативным, более позитивным, ну и, конечно же, игровым. Поэтому включайте радио Витебск, всех ждем на волне. Виктор Пралич и Ян Пчельников, новины Витебск. Важные и самые цикавые новины из життя Витебской области доступны у интернете. Актуальные сюжеты и выпуски новин, а так само все проекты телекомпании Витебск, можно поглядеть на офицейном сайте нашей компании vtv.by. И тут же можно знаясти прогноз на дворья на ближайшие сутки. На этом выпуск новин завершен. Я с вами развитываюся. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Витебск. Так само чекается пираменная воблачность. Без истотных опадков. Ветер не устойливый. Температура по ветру ночью плюс 13-15, днем 22-24 тепла.